Ссылка на книгу в описании под видео. Общая Сталинградская битва и Курская битва. Тезис. Сталинградской битвы и Курской битвы советские военачальники показали профессионализм, талант, мастерство, военно-искусство. Обоснование. На оборонительном этапе Сталинградской битвы советские полководцы демонстрировали искусство обороны. Например, командующий 62-й армией генерал Чуйков широко применял турмовые группы. Он говорил, что турмовать уметь должен каждый. Кроме того, Чуйков использовал городские дома в качестве опорных пунктов и волнорезов немецкого наступления. Самым известным таким опорным пунктом волнорезом был дом Павлова, который защищала группу солдат около двух месяцев. Важную роль в обороне Сталинграда сыграл заместитель верховного главнокомандующего генерал Жуков. Он исходил из того, что снабжать и пополнять 62-ю армию в Сталинграде через реку будет сложнее, чем немцам снабжать и пополнять свои войска в Сталинграде по сухопутным дорогам. Поэтому полагаться на оборону лишь внутри города нельзя. Жуков организовал контрудары севернее Сталинграда, чтобы оттянуть часть сил немцев от Сталинграда. Контрудары Жукова севернее Сталинграда были отбиты, но немецкий штурм Сталинграда тоже провалился. На оборонительном этапе Курской битвы советские полководцы также показали умение обороняться. Например, Красная Армия уже имела превосходство в силах и могла наступать сама, но маршал Жуков предложил план преднамеренной обороны, с тем, чтобы позволить противнику разбиться о подготовленном оборону Красной Армии. Кроме того, перед началом немецкого наступления Жуков провел артиллерийскую контрподготовку, то есть ударил со всех стволов по местам скопления живой силы и техники противника по районным сосредоточениям ударных группировок. Контрподготовка нанесла немцам потери и ослабила силу их удара. На наступательном этапе Сталинградской битвы советские полководцы продемонстрировали искусство наступления. Например, заместитель Верховного главнокомандующего генерал Жуков и начальник генерального штаба генерал Василевский разработали план операции «Уран». 19 ноября 1942-го советские ударные группировки атаковали фланги противника там, где стояли ненадежные румынские армии. Одним ударом прорвали румынскую оборону, 23 ноября 1942-го замкнули кольцо окружения вокруг 6-го армии Паулюса. Попытка немцев наладить воздушный мост провалилась, поскольку по маршруту заранее были выставлены пухки ПВО. Попытка немцев перебросить под Сталинград резервы из-под Ржева не удалась, поскольку 25 ноября 1942-го Красная армия начала операцию «Марс» с наступлением на Ржевско-Вяземской выступ. Попытка группы армий «Дон» прорваться к окруженцам тоже провалилась, немецкая зимняя гроза была отбита. В итоге 2 февраля 1943-го года немцы в Сталинграде сложили оружие. На наступательном этапе Курской битвы советские полководцы также показали умение наступать. Например, Ставка ВГК провела операцию «Кутузов» удар западного Брянского и Центрального фронтов во фронт фланг и тыл немецким войскам группы армий «Центр», которые наступали на Курск. Угроза захвата «Орла» и перехвата линии снабжения наступающих на Курск немецких войск вынудила командование группы армий «Центр» оттянуть войска из-под Курской и «Орла», отступить в северное направление на всем северном фазе Курской дуги и к северу от него. Ссылка на книгу в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok